Всем большой привет, девчонки! Хотела бы начать этот влог с моего адвент-календаря, который я только что распаковала. Кстати, смотрите, какая громадная коробка мне пришла. Коробка просто нереального какого-то размера, но адвент-календарь не такой большой. Сейчас вам покажу, как он выглядит. Кстати, говорить мне очень плохо. Вы представляете, я опять заболела. Месяц назад, или даже меньше месяца назад, у меня очень сильно болело горло. Потом даже голос сел, был кашель. Я выздоровела, две недели пожила нормальной, спокойной жизнью. И сейчас мы опять заболели. У Алины с Марком легкий кашель, у меня горло. У меня почему-то всегда самое проблемное это горло. У меня очень редко бывает кашель и насморк, но вот горло чуть что, вот если я простужаюсь, я простужаюсь горлом. Мне очень больно глотать, и я боюсь, как бы голос у меня не сел. Но пока нормально, пока я могу говорить, поэтому быстрее записываю вам видео. Потому что в прошлый раз я реально, у меня две недели голос был севший, я толком ничего не снимала. Я не знаю, с чем это связано. Мне, кстати, в Инстаграме девчонки пишут, что реально что-то в этом году у многих обострились многие простудные заболевания. Раньше такого не было. Я вот вспоминаю себя в Таллине. Мы когда в Таллине полтора года жили, вообще не болели. Но мы тогда и в садик не ходили, помните? У нас реально год-полтора года мы жили в Таллине, и мы с детками все время были дома, не ходили никуда. Максимум в какие-то детские центры раз в недельку гуляли где-то. То есть в общественных местах мы мало находились и не болели. Может быть из-за того, что сейчас мы реально очень много контактируем везде. В общественном транспорте я постоянно очень много пешком хожу, по холоду. У нас погода такая, знаете, утром морозище, прям реально холодно, днем жарко, и вот эти перепады температуры. Плюс в Германии очень сильная влажность. Может быть из-за влажности, может быть климат реально такой, что я очень часто болеть стала. Ну и Марк тоже. Хотя в том году мы не болели. В общем, я не знаю, с чем это связано. У меня даже кудряшки не могут пережить этот климат. Вот сколько мы тут живем, у меня вечно пух на голове. Вот не знаю, видно или нет. Сейчас я как-то и подправила, может прическу не так сильно видно, но к вечеру у меня обычно просто одуванчик на голове. Опять-таки все-таки, да, из-за сильной влажности. В целом мне тут нравится, климат достаточно приятный. Вот сейчас уже середина ноября, у нас средним днем 8-10 градусов. Климат реально очень мягкий, здесь не бывает минусов, но вот высокая влажность, и возможно реально из-за этого простудные всякие заболевания. Девчонки, кто у меня в Германии живет, напишите. Или просто реальный иммунитет ослаб. Что касается адвент-календаря, я не знаю, как сейчас в России, я помню, мы когда, сколько лет назад мы уезжали? В 18-м или в 19-м? В 18-м году мы уезжали из России. Я помню, что адвент-календарей особо не продавали нигде. Максимум тогда начали появляться какие-то сладкие адвент-календари. От киндер, например, сейчас может быть их больше. Напишите мне в комментарии, девчонки, какие адвент-календари продаются в России, какие вы видели. Здесь же просто на каждом углу с сентября месяца начинают продавать адвент-календари. От самых бюджетных, там, знаете, я видела за 80 центов, это 70 рублей, я реально за 70 рублей видела шоколадные адвент-календари. Ну, маленькие шоколадки, каждый день ребеночек открывает. Ну, какие-то, наверное, не очень вкусные все-таки за такую сумму. То я видела адвент-календари где-то до 150 евро. То есть, начиная от каких-то сладких адвент-календарей, я видела адвент-календари с чаями, с кофе, детские всякие, да, например, лего или какая-то бижутерия для девочек, косметика детская. Для взрослых миллион видов календарей, косметика. И для мужчин есть адвент-календари тоже. Также я даже видела адвент-календарь со взрослыми игрушками. Я думаю, вы понимаете, какими вы представляете, где-то в районе 100 с лишним евро стоил такой адвент-календарь. Это у нас вроде в Росмане или в ДМе магазины, ну, такие косметические. В общем, каких только адвент-календарей нет, и я так понимаю, здесь это очень распространено. Поэтому я не удержалась и в этом году решила тоже себя побаловать. Тем более, адвент-календарь с очень интересной косметикой. Сразу говорю по цене. Этот адвент-календарь я видела по цене 79 евро и выше. А в Дугласе и во многих других магазинах вот 79 евро. Это сколько? Ну, где-то порядка 7 тысяч рублей этот календарь стоит. Я же купила этот календарь по скидке в магазине Дуглас. 20% вроде было 63 евро. Девчонки, ну, в русске это где-то 5 тысяч рублей. Что мы получаем за эту сумму? Здесь у нас 24 окошка и такие бренды, как Yves Saint Laurent, Armani, Lancome, Bioderm, Valentina, Mugler, Mugler, я не знаю, и Kills. Сзади здесь представлены продукты, как они будут выглядеть. Здесь и 3 образца парфюмерии, также губная помада, например, от Yves Saint Laurent, миниатюрка. 3 полноразмерных продукта, например, тушь Lancome, также полноразмерные продукты, это консилер от Yves Saint Laurent, какая-то маска от Bioderm. В общем, тут 3 полноразмерных продукта, которые где-то в общей сложности вместе стоят 50 евро. А, вот здесь и написано, что продукты на 350 евро здесь, а покупаете вы его в районе 60-80 евро, да, кто как купит, в зависимости от скидки. Так что я считаю, очень выгодная цена, и мне нравится, что здесь можно протестировать очень много продуктов, и если вдруг вам что-то из этого понравится, вы потом купите полноразмерную версию. Так вот, здесь у нас и крема для лица, и карандаш для глаз, какие-то сыворотки, есть гель для душа, несколько парфюмов, помада. В общем, чего тут только нету, мне кажется, это очень-очень классный набор. Я обожаю миниатюры тестировать, так что посмотрим, насколько мне этот календарь понравится. Ну, я уверена, что понравится. Я думаю, девчонки, в декабре, если я найду в себе силы снимать вам побольше. Вы знаете, у меня всегда, кстати, в декабре такое приподнятое настроение в ожидании праздника, и больше энергии. Может быть, я реально смогу вам снимать побольше. Каждый день все-таки я уверена, что видео у меня не получится, потому что, ну, один монтаж у меня очень много часов отнимает. Я тогда просто спать не буду. Поэтому, конечно, не каждый день, но хотя бы несколько влогов в неделю я постараюсь снимать. И буду вам рассказывать, что мне попадалось в окошках, и насколько мне средства понравились. Девчонки, могу ссылку на этот календарь оставить. Кстати, вдруг он есть в России. Мне очень интересно. Но я посмотрю на каком-нибудь Литуаль, да, Литуаль вроде в России, магазин известный. Я сейчас очень активно готовлюсь к первому декабря, и буду деткам составлять тоже адвент-календари. И мы, наверное, с вами вместе это будем делать. Я сейчас докупаю всякие сладости, вкусняшки, которые я в том числе к игрушке буду класть в адвент-календари. И, наверное, когда я буду собирать адвент-календарь, я буду это делать на камеру с вами. Может быть, кто-то вдохновится и тоже решит порадовать себя или деток чем-то подобным. Если у вас нет возможности в вашем городе купить адвент-календарь покупной, почему бы не сделать его своими руками? Девчонки, открыла календарь. Посмотрите, как он выглядит внутри. Но у меня терпения много. Я буду каждый день открывать по одному окошку, не более. Напишите в комментарии, у кого не хватило бы терпения, и вы открыли бы все. У меня Сашка, например, очень нетерпеливый. Мне кажется, если бы у него был такой календарь, он бы сразу все открыл. Саша на компанию, я помню, присылала ему адвент-календарь шоколадный. Так он сразу за один день все конфеты съел, как ребенок. И, кстати, хотела вам показать. Мне еще два пробника пришло от магазина Дунглас. Они обычно один пробник кладут. В этот раз прям расщедрились, два пробника положили. Первый – это вот такой аромат от Calvin Klein для мужчин. Я уже протестировала. Ну, приятный, хороший мужской аромат. Честно говоря, у меня все мужские ароматы плюс-минус одинаково пахнут. Но для меня я в них особо не разбираюсь. Они реально, ну, по мне они все очень похожи. И мне положили от моей любимой фирмы Clorans какой-то дневной крем. Такого крема у меня еще не было. Самая любимая серия от Clorans у меня увлажняющая. Я вам здесь фотографию вставлю и могу ссылку под видео оставить. Очень приятный крем увлажняющий. И сыворотка тоже классная. Вот я ее сейчас тестировала. Мне очень понравилось. Очень классно увлажняют. И невероятные отдушки. Поэтому вот именно тост, те средства прям рекомендую. Мне кажется, всем понравится. В общем, ссылки, какие найду, вам оставлю под видео. Позанималась немецким. Быстро я сейчас готовлю себе обед. А Саша уже приготовила. Не снимала ничего. Вот знаете, у меня по будням расписано буквально каждый час. Все, бегом-бегом. Готовлю себе самый простой обед, который только можно. Это салат, помидорки черри, морковка, заправляю маслом, солью. Все. Ну, это, кстати, то, что было в холодильнике. Иногда добавляю что-то еще из ингредиентов. Например, авокадо, огурец, еще что-нибудь. И на гарнир у меня будет рыба. Рыба тоже простая. Сама ее не готовила. У нас продается макрель, но это скумбрия. Скумбрия горячего копчения. Она похожа на запеченную в духовке рыбу, но копченая. Очень мне нравится. И периодически ее беру. И вот такое шикарное сочетание скумбрия, салат. Кстати, в салат еще очень люблю добавлять кускус. Но он у меня закончился. Очень классное сочетание именно с кускусом. Сейчас быстро обедаю и бегу за детками. Я Алину решила теперь пораньше забирать перед танцами. Раньше у нас расписание было достаточно жесткое. Сразу после продленки мы бежали с ней на танцы. Она буквально дома только кушала 20 минут. Сейчас я решила ее пораньше два раза в неделю забирать, чтобы она хотя бы час, полтора минимум отдохнула перед танцами. Иначе сил у нее на танцы вообще не остается. Так что обедаю и бегу за детками. Вот такой вкусный и полезный обед у меня получился. Привет. Привет. Забрала Алинку. Как у тебя дела? Угу. Все, маски у нас опять вели. Посмотрите на нее. Сколько мы без масок походили? Месяцочек, наверное. И опять у нас маски. Можно я завтрак и на днем рождения ходи же под ручей лёжки? У нее завтра день рождения? Нет. Смотрите. Видите кашель какой у нее? Ну мы дома, конечно, не остались, потому что учеба. Тут, кстати, кашель не считается болезнью. Ну клади вниз. Кашель и температура до вроде 38 или до 37,8. Грязно испачкала? А что у тебя было? Кровь. Откуда? Из носа была кровь? Угу. В общем, до 37,8 вроде можно спокойно и в сад, и в школу. Представляете? Хотя если бы у Алинки было 37,8, я бы ее в школу не отправила. Но тут как-то спокойно относятся к таким вот легким простудам. Ты сильно кашляла сегодня в школе, Алин? Беднежка моя. Надо сегодня вам сиропчик попить от кашля. В холодильнике у меня травяной стоит. Тот, который полезный, вкусный, сладенький, помнишь? Давайте я вам покажу сегодняшнюю нашу продуктовую корзину. Я вам говорила, мы теперь не ходим в магазин, глобально не закупаемся, потому что продуктовый рядом. Я иду мимо, всегда беру что-то понемножку, на один, на два дня. Итак, взяла куриное филе. Деткам хочу котлеты сделать. Единственное, я забыла, у меня панировочные сухари закончились. Надо будет купить тунец. Я обожаю тунец консервированный. Единственное, я беру всегда в масле, потому что без масла. Он пресный, ну и по мне он невкусный. Если я хочу что-то есть, а у меня нет чего-то полезного, беру тунец. Тунец с каким-нибудь салатиком, самое вкусное. И по калориям не так уж много. Ну, в масле, конечно, много. Побольше, чем в собственном соку, но зато вкуснее. Полезно и быстрый перекус. Обожаю тунец. Ну, и беру в масле. Яйца, крабовые палочки. У нас Алина ненавидит крабовые палочки. Мы с Марком обожаем. Кстати, тут соус в комплекте, соус васаби. Крабовую палочку макаете в соус васаби. Но он такой, не как вот обычный к сушам, он пожиже. Очень вкусно. Ну, Марк у меня, конечно, без васаби ест. Мы с ним обожаем молоко. Любимый язык. Саша его любит. Я вот эти в последнее время беру себе на завтрак. Это куриные ломтики. Ну, что-то типа ветчины остренькие. Я поджариваю с яичницей на завтрак себе. Опять наши тофи любимые. Апельсины. Здесь аж прям несколько килограмм. Я не знаю, насколько вкусные. Алинка у меня попросила хлопья Несквик. Сту лет их не брали. Вообще редко беру сухие завтраки. Но иногда им хочется. Делаю им. Но каждый день я считаю, что это не очень полезно. Такие завтраки есть. Ну что, у нас на часах уже 5 часов вечера. Смотрите, как темно. У нас уже с 3.30 темно. Алинка перекусила, отдохнула и готова ехать. Алин, нормально едешь на танцы? А то приехала домой. Я никуда не хочу, я никуда не поеду. Вот видишь, часа тебе хватило, отдохнула. И едем с новыми силами, да? Наш трамвай будет через 2 минуты. Как же я здесь люблю общественный транспорт. Он очень-очень хорошо ходит. Никогда задержек никаких не бывает. Но если только не какая-нибудь авария. И сейчас у нас проблема единственная. Вот на месяц у нас ремонтируют пути по нашему направлению. Из-за этого вместо трамваев ходят автобусы. Но автобусов очень много пустили. Поэтому проблем никаких нет. Вот видите, написано через 2 минуты. Потом через 11. Это М17. Раз в 10 минут ходят. А другие трамваи обычно раз в 5 минут ходят. Очень комфортный транспорт. Вот народу там нет много прям. То есть всегда можно сесть. Ну, в час пик, наверное, не всегда. Но вот мы ездим во время, когда всегда можно сесть. Отвела Алинку на танцы. У нас сейчас на часах 5.30. Мне час нужно гулять. У нас хорошо, что возле танцев есть торговый центр. Я всегда час гуляю по торговому центру. Честно говоря, меня уже достало. Я там уже ассортимент во всех магазинах знаю наизусть. Мне ничего не нужно покупать. Единственное, я присматриваю подарочки на Новый год. В общем, гуляю. Так, знаете, расслабляюсь в тишине. В целом нормально. Если бы не было торгового центра, я не знаю, что бы я делала целый час на улице. В холод. Прохладненько у нас. Ну что, я для вас немножко поснимала. Хоть я вам и говорила, в магазинах в Германии снимать запрещено. Я, знаете, как преступник достаю телефон, аккуратненько немножко снимаю, чтобы никто не заметил. Но всегда хочется с вами чем-то поделиться, что-то вам показать. Конечно, очень грустно, что запрещают снимать в магазинах. Итак, я зашла в один из моих любимых магазинов с декором. Вроде он называется Депот, если я не ошибаюсь. Сколько же там красоты всевозможной. Вот, например, сейчас я смотрю всякие украшения для ручной работы. Например, венки, если вы хотите сами сделать. Чего только нету на любой вкус. И игрушки, и товары для дома, для украшения, конечно же. Сейчас к Рождеству основная коллекция. Вы знаете, просто эстетическое удовольствие. Гуляю, хожу, смотрю. Целый час у меня пока Алина на танцах. Я, получается, два раза в неделю вот так гуляю по торговому центру, смотрю. Я вам скажу, что практически ничего не покупаю, потому что... Но у меня многое есть. Хотя я к Новому году все равно прикупилась, закупилась. В этом году у меня будет отдельное видео с невероятными красивыми вещицами к Рождеству, которые я купила именно для украшения интерьера. Так что это видео ждите. Но так в обычные будни стараюсь себя сдерживать, потому что... Ну куда? Куда столько всяких безделушек? Единственное, у меня есть определенные хотелки. Я хотела бы какой-нибудь красивый букет из сухоцветов найти. Но это все нужно искать, чтобы, знаете, прям влюбиться в свою вещь. А так хожу, смотрю, вдохновляюсь где-то. Вот видите, какие веночки красивые. Можно, конечно, самой сделать, но я купила очень красивые. Потом вам покажу. А здесь я в отделе, это в другом уже магазине, в отделе с адвент-календарями, про которые я вам говорила, каких только адвент-календарей нет. То вот в основном, конечно, шоколадные всевозможные. Даже есть со спиртными напитками, какими-то миниатюрками. Вот, посмотрите, какие чудесные. Где-то в районе 20 евро. И сзади вот такие конфеты. Я уверена, что они очень-очень вкусные. И вот если бы не косметический набор, я бы взяла себе какой-нибудь вот такой адвент-календарь. Каждый день радовать себя какой-то вкусной конфеткой. А здесь уже обычные, смотрите, Милка. Я даже уверена, что, скорее всего, в России они есть. От Милка вот такие адвент-календари. Каждый день по маленькой какой-то шоколадке попадаться будет. В районе, не знаю, я там не вижу цену сейчас. Где-то в районе 10 евро, наверное, стоит. Вообще эти адвент-календари по самым разным ценам есть. Вот, смотрите, тут какие-то фигурки тоже. В общем, выбор, конечно, очень-очень большой. Но еще раз вам говорю, что в основном это шоколадные адвент-календари. А тут вот с чаями, например, наборы. И очень много людей ходила, выбирала, покупала. Я уверена, что сейчас к 1 декабря уже ничего не останется. Эти адвент-календари совсем недорогие. До 10 евро для деток. Видите, какие красочные упаковки с окошками. И вот сзади вот такие маленькие шоколадки. Тоже каждый день разная фигурка. Деткам очень нравится открывать эти окошки. Смотреть, какая же интересная фигурка им попадется в тот или иной день. В общем, невероятные. Я помню, кстати, у меня в детстве был такой календарик. Кто-то тоже из-за границы привез. И мы с такой радостью открывали эти окошки. А сейчас можно, видите, каждый год себя баловать. И себя, и деток очень большой выбор. И цены очень приемлемые. Но конкретно в этом магазине от 3 евро начинались адвент-календари. И дороже-дороже уже на любой кошелек. Вот, посмотрите, какой милый с Hello Kitty. Но я уже детям не стала брать, потому что я буду делать ручную работу. Своими ручками покажу вам в отдельном видео. Ну что, мое время прогулок закончилось. Уже сейчас побегу за Алинкой и поедем с ней домой. Ну что, к нам приехал стол. Саша с Марком сейчас его будут собирать. Марк же не мог дождаться, когда же папа начнет собирать. Сидел возле этой коробки час, наверное, караулил, когда папа освободится. Вот мужчина растет. Будешь помогать папе, Марк? Я определился с профессией так рано. Марк, ты кем будешь, когда вырастешь? Коробки. Коробки? Таскать коробки будет. Да? Да. А что тут, мне кажется, доставщики реально зарабатывают несколько тысяч евро. Нормально, на жизнь хватит. Так, это что? А, это полка, да, сейчас? Которая под столом будет стоять. А вот это мне понадобится. Давай, выкладывай папе на ковер. Аккуратненько на пол, Марк. Ну как, получается? Да, да. Давайте я вам покажу, как у нас получилось в детской комнате организовать рабочее место для Алины. Мне очень нравится, как это все смотрится. Стол отлично вписался. Единственное, как я хотела еще полку для книг. Не вмещается она сюда. Поэтому посмотрим. Я думаю, отдельно полочки куплю или на весны, но попозже об этом. Итак, что касается стола. Он у нас метр двадцать. Я считаю, что метр двадцать это идеальный размер для рабочего стола. Сюда в будущем ноутбук встанет, миллион тетрадей, книг. Можно будет делать какие-то домашние задания. Можно даже плакат здесь положить, если какое-то задание будет, например, что-то там громадное сделать. В общем, места очень много, что важно для школьника. И, как я вам говорила, мне этот стол еще понравился тем, что тут тоже очень много полок. У нас даже половина сейчас пустая, потому что Алина не знает, что туда положить. Тут у нас бумага. Кстати, я постелила здесь вот такие пластмассовые коврики. Брала их рулоном в экшене и порезала на нужные мне прямоугольнички. Они защищают поверхность, потому что ручка может протечь, еще что-нибудь. Ему можно испачкать очень сильно, полки не отмыть. Поэтому я тут все постелила. Вот Алина здесь уже всяких своих принадлежностей наложила. Вот эти полки, они очень глубокие. Смотрите, сколько там места. То есть, получается, две таких узеньких полочки, но они очень, видите, глубокие. Так что, девчонки, полки невероятно классные. И стол мне тоже очень нравится. Единственное, мы будем еще докупать лампу. Надо мне заняться этим, поискать какую-нибудь симпатичную лампу. И сюда нужно будет еще купить защитный коврик, чтобы Алина там на столе не нарисовала, чтобы стол не покотался. Вот она уже фломастерами порисовала. Тут какое-то пятно, которое я не смогла оттереть тряпкой. Может быть, со средством надо попробовать. Но, в общем, здесь коврик обязательно нужен. Все об этом везде пишут, так как мебель белая. Очень легко здесь какие-нибудь пятна наставить. И плюс какие-то царапины могут быть. Поэтому сюда такой небольшой коврик, где она будет писать. Так что, вот так у нас стал стол. Мне очень-очень нравится. Давайте вам издалека покажу. Немножко еще доорганизовать, и будет здорово. Показываю вам вторую часть нашей комнаты. Вот этот стол, который раньше стоял у Алины. Я вам говорила, мне он жутко не нравится, он неудобный. Полок нету, совсем не функциональный. И внешне он мне не нравится. Я его хочу продать или в кладовку отнести. Но Марк решил в него поиграть. Он мне пока запрещает его убирать. Думаю, что сейчас недельку-другую наиграется с этим столом. Видите, разложил свои принадлежности. Хотя он не сидит за столом. Он еще маленький. Ему еще два года до школы. Поэтому я этот стол уберу. И тут у них пока что игровая зона. Видите, какой бардак. Я тут не убиралась. Опять надо все рассортировать. Здесь у них отлично пока вписывается игровая зона вот в этом уголке. Здесь занимается Алина. Хотя я не думаю, что она особо много сейчас будет заниматься. Все-таки это только в более старших классах. Но рабочее место должно быть. Она тут пару раз сидела, рисовала. Но все равно уходит на кухню, потому что мы там все обитаем. И там ей не так скучно. Но когда ребенок взрослеет, ему больше хочется уединяться, хочется свое место. Поэтому стол у школьника должен быть. Но пока, конечно, он не так часто будет использоваться. Марку стол пока точно не нужен, потому что все домашние задания для русской школы мы делаем в гостиной. Поэтому этот стол я уберу. И у них пока что здесь будет игровая зона. А потом, если мы в этой квартире останемся, я докуплю ему такой же стол, чтобы у них одинаково все было и будет гармонично смотреться. Или если у нас будет уже другая квартира, может быть, даже своя у Марка будет комната. В любом случае, я думаю, что я именно этот стол буду покупать, потому что он очень классный. Мне очень нравится. Так что вот так я организовала. Но тут я пока ничего не организовывала. Рабочее место мне очень нравится. Если бы я сама была школьницей, я была бы в восторге от такого рабочего места. Ну, кстати, у меня такое же похоже и было в детстве, только коричневая у меня мебель была раньше. Мне кажется, все покупали коричневую мебель. И у меня было что-то похожее, но были еще навесные полочки, было еще больше места для компьютера. Я помню, что в школьные года я обожала сидеть в своей комнате за рабочим столом, делать домашние задания. Я очень любила, кстати, учиться в школе. Ну, не считая математики, это мой нелюбимый предмет. Так что вот такая красота. Напишите в комментариях, как вам и у кого такой же стол, насколько вы довольны им в эксплуатации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!